Птицы На полету потеряли множество своих наземных особенностей. И одна из этих особенностей – это хорошее обоняние. Откуда мы об этом знаем? Ну, в последние десятилетия развития технологий позволило расширить спектр информации, которую мы можем получить от окаменелых костей. И, наверное, самая полезная фишка в руках современного палеонтолога – это возможность создать слепок внутреннего содержимого черепной коробки. И если современные присмыкающиеся также не спецы в плане нюха, то динозавры, согласно строению их обонятельной доли, были частенько не хуже ищеек. Что характерно, чем ближе отдельно взятая группа динозавров к птицам, тем меньшие размеры занимают обонятельные раковины и соответствующая доля мозга. В одном из своих роликов я уже рассказывал про пермтрясовое вымирание, и не применил упомянуть о том, что именно это вымирание способствовало тому, что динозавры захватили мир на 190 миллионов лет. Что ж, данная информация требует некоторого уточнения. Да, пермтрясовское вымирание помогло предкам динозавров в освобождении множества экологических ниш, но вы, наверное, прекрасно понимаете, что пустующими пространствами заинтересовались не только динозавры. Так, в середине Триаса самыми крупными хищниками суши были равезухи, крупнейшими травоядами были пареозавры и тому подобные существа. Для того, чтобы динозавры окончательно победили в эволюционной гонке, потребовалось еще одно менее глобальное вымирание. И только после того, как гигантские конкуренты динозавров вымерли, появились первые их обособленные представители. Думаю, вам уже известно, что большинство динозавров хотя бы на начальном этапе своей жизни были покрыты перьями, да и чаще всего были они теплокровными существами. Именно поэтому факт того, что динозавров находят на Чукотке и в Антарктиде, не должен никого удивлять. Если бы не одно «но». Среднегодовая температура воздуха на Чукотке мелового периода 8 градусов по Цельсию. То есть, если средняя летняя температура поднимается до 25, то средняя зимняя может падать до минус 15. Согласитесь, таких рептилий сейчас уже не осталось, а те, что есть, не справляются с такими температурами и чаще всего просто впадают в спячку. Многие палеонтологи в отношении вымирания динозавров в течение долгого периода времени придерживались катастрофического сценария. Либо астероиды или кометы, либо вулканизма, либо и того и того вместе взятых. Согласно современным данным, вымирание динозавров мало связано с падением астероида на нашу планету 65 миллионов лет назад. Более того, скорее всего, оно произошло через 300 тысяч лет после основной части вымирания. К тому же, согласно последним исследованиям, были обнаружены останки гадрозавров, переживших вымирание на полмиллиона лет, что ставит под сомнение вообще всю катастрофическую гипотезу. В одном из своих видео я упоминал о том, что дромиозавриды, скорее всего, обладали гнездовым поведением и высиживали свои кладки. Группа современных ученых решила с помощью сравнительного анализа с птицами выяснить базовые гнездовые привычки динозавров. В этом исследовании сравнивались и сопоставлялись размеры птиц, разница в размерах между самками и самцами, размеры кладки, размеры отдельного яйца и размер гнезда. Сравнение аналогичных данных проводилось и с обнаруженными гнездами дромиозавров. Полученные данные показали, что, вероятнее всего, главной наседкой у тех же троодонов был отец семейства. Кстати, один из обнаруженных скелетов, лежащий на гнезде, также принадлежал мужской особи, что лишний раз подтверждает выводы из данного предположения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова